вы красиво на канале семян на чемоданах с вами я славян и чаще всего в кадре именно я ведь и автор канала и говорящая голова канала тоже я заодно посмотрим сколько он стоит мы в океане вместе с вами разошелся то как но также очень часто можно увидеть и только меня а мою большую семью да действительно она большая и для тех кто впервые попал наш канал знакомьтесь это моя прекрасная жена настенка очаровательная моя девчоночка и у меня еще есть три сына богатыря знакомьтесь это тёмка ему сейчас 8 лет он учится во втором классе онлайн-школы это родик ему пока учиться еще рано но он очень много чего впитывает от старшего брата и мирошка которому два года один год он прожил в россии один год прожил за границей поэтому он очень много болтает на английском языке блин чуть не забыл да у нас есть наша любимая машина на которой мы проезжаем огромнейшее количество километров мы очень сильно любим мы в ней живем и это действительно наш дом на колесах такой в миниатюре вот таким вот большим составом мы путешествуем и действительно делаем это много очень плотно путешествие начиная с 2019 года и сейчас мы на старте нового путешествия хотя мы сейчас находимся тоже путешествие мы приехали к родителям в гости не виделись очень-очень давно так вот друзья мои сегодня выпуске хочу поделиться с вами нашими планами рассказать что мы думаем все у нас тут в голове и конечно же перед началом выпуска важно начать с предыстории но пид предыстории лайкосики как обычно пишите комментарии сделайте репост и социальные сети данного выпуска тем самым вы очень нам помогать и такая минимальная поддержка которую вы можете для нас организовать которая займет у вас буквально там одну-две секунды а теперь погнали и в этом выпуске на самом деле действительно очень предыстория важно ведь нужно понять где мы были и так далее то подобное так вот давайте посмотрим изначально в этом году в этом году мы уже были в турции мы были на шри-ланке мы пришли на завтрак ребята с видом на океан мы были снова в турции мы были в грузии получается два раза мы были в армении и сейчас в россии и да мы сейчас планируем много путешествий но перед тем как нам отправиться в новое путешествие далеко как говорится и надолго нам было очень-очень важно приехать в россию для чего мы это сделали сейчас тоже расскажу если бы все было достаточно просто в плане границ скорее всего мы бы направились на машине либо в одну сторону либо в другую даже на наших стримах мы не часто говорили про то что блин вот было бы прикольно до таиланда доехать на машине действительно прикольно но это безумно сложно безумно долго и безумно дорого тай в нашей голове был очень-очень давно по моему еще с 2018 или 19 года но все никак не получалось и в этом году с нами случилось шри-ланка мы там провели замечательные два с половиной месяца и вообще короче влюбились в азию в этот климат когда ты действительно из зимы телепортируешься реально в лето теплющий океан это просто я очень желаю каждому это испытать слушать я не знаю в стамбуле так холодно мы выходим и нам охране короче горит типа оденьте оденьте куртку ну по-своему мы только по жестам понял наша первая прогулка так вот россия для чего же все таки мы приехали когда я знакомил чуть ранее вас с моей семьей там шестой части к нашей семьи это машина действительно мы очень сильно любим она дает потрясающие возможности так вот мы думали улететь из армении может быть даже избились и чтобы не кататься но потом поняли что это жестко бросить тачку в другой стране если в турции мы и оставляли на три месяца когда улетали на шри-ланку она стояла на таможне под охраной у них там такие законы поэтому оставить машину это было самое лучшее решение тогда зимой то сейчас непонятно где оставлять кто за ней будет следить как изменятся законы ничего не понятно поэтому мы приехали в россию для того чтобы конечно же здесь оставить под охраной так сказать и чтобы она ждала нас здесь я сейчас выстраиваю даже хронологию не для того что мне это интересно делать а для того чтобы просто вас новых зрителей посвятить в нашу какую-то вот эту цепочку и для особо долбанутых зрителей которые у нас есть их конечно мало но тем не менее которые написали в комментариях мол типа вот вернулись деньги закончились тра-та-та и короче все в такого репертуаре так вот именно для этого я хочу немножко все разложить по полочкам и провести вот такую хронологию что зачем и почему кстати вам это огромный привет знаю точно что смотрите пользуясь тем что мы заехали в россию мы исполнили свою мечту можно даже сказать и такую некую цель мы катнули по кавказу дома катнули недолго катнули совсем чуть но очень много всего посмотрели мы отсняли вот столько короче выпусков я ссылочка на эти выпуски оставлю там в описании обязательно посмотрите потому что путешествие по кавказу получилось ну очень-очень крутое я думаю что стоит точно ответить на такой вопрос о чем вы здесь на не зимуете зимуете здесь что такого то типа к такой погоде привыкните мы тоже зимовали в такой вот и серости без солнца но потом в девятнадцатом году мы поняли что это не наша история мы хотим жить по-другому и уже на протяжении нескольких зим мы зимуем в разных местах как правило это в тепле но на самом деле вы можете перейти в наш телеграм-канал по ссылке в описании там настенка совсем недавно вот так вот с фотками все разложила где мы зимовали обязательно зайдите и подпишитесь кстати да в телеграм-канале выкладывается тот контент который никогда не выйдет здесь на ютубе поэтому в телегу там по ссылочке переходите либо по кур-коду и подписывайтесь конечно же в этом году так же как и в предыдущих годах перед нами стоит вопрос где зимовать пока мы путешествовали по грузии армении и снова грузии мы думали и решили что приоритете будет три страны это китай это филиппины и таиланд да я уже сказал ранее таиланд там вообще манит уже с далекого девятнадцатого года но самое что интересно когда мы приехали в россию мы стали настолько кайфовать от цен на жилье на топливо на продукты ну серьезно потому что за границу учитывая что зарабатываешь рублях ценники короче подросли и когда заезжаешь сюда здесь прям так комфортненько становится но это кстати пройдет сто процентов и мы даже подумали для себя а что если мы просто заведем тачку и поедем зимовать сочи но подумали что такая зимовка у нас была мы там куча всего повидали разузнали изучили все большое сочи даже выпустили свой авторский гайд кстати гайдов у нас много может так же по ссылке перейти и приобрести любой который вам нужен гляньте гляньте обязательно на группу вконтакте заодно подпишитесь да и плюс ко всему что касается сочи пока ты туда доедешь это топливо и платник сколько ты потратишь на еду плюс аренда жилья первый последний месяц еще жилье надо найти это кстати в сочи сделать не просто учитывая что трое детей ну и плюс опять повторюсь мы все видели поэтому сочи мы отодвигаем мы много раз поднимали эту тему зимовкой на наших стримах и конечно также большинства людей сказали да вы чего давайте в той конечно китай это вообще прикольно филиппины вообще какая-то другая планета и мне-то хочется на филиппины и китай вообще прикольная автой хочет очень на стенкой нас начали активника зрители поддерживать в пользу тая и мы остановились на таиланде после того как мы определили все таки что мы плетим в тайе прилетело еще несколько плюшек такие как очень важная такая тема это визы и тут таиланд просто нас реально зовет мол типа да вы чё приезжайте мы для вас специально себя на чемоданах отменяем визы ну на самом деле только для нас он всем отменил визы с начала ноября по конец апреля то есть тебе не нужны визы но ты-то можешь находиться 90 дней и вот как раз говорить еще если про китай то туда по ходу улететь придется все равно через китай поэтому как бы там все ровно будем а что касается вьетнама на многие тоже советовали а чё не вьетнам как бы из таиланда и во вьетнам тоже можно слетать поэтому я вам так скажу что таиланд это крутая локация куда можно прилететь а потом еще там по каким-то странам попутешествовать по азии так что я думаю что нас с вами вместе ждет невероятный контент зимовки в азии друзья мои так что блин подписывайтесь на канал кто этого не сделал и конечно подписывайтесь на наш телеграм-канал ведь там экспресс информация так сказать в онлайне так вот друзья мои когда нам в январе отказали в нж в турции на днях только ездили в анталию сейчас снова собрались опять и демонтали потому что нам пришли отказы представляете это доставляли машину мы говорили что блин надо улетать и давайте на зимовку так вот именно вы наши зрители нас настолько круто поддержали что вы действительно в прямом смысле этого слова взяли нас и туда отправили нас пять человек и мы два с половиной месяцев путешествовали по шри-ланке по береговой линии по центру острова показывали показывали что это мы с тремя детьми и делаем переезжали много раз там по моему 15 да у нас там что-то аренд жилья вышло короче до хрена и самое что интересное когда вы туда приехали там выпуски стали набирать просто мега круто и на шри-ланке тогда вышла статистика что февраль был самым курортным вообще за все года плане приезжих туда туристов прикиньте я так думаю что мы с вами сыграли в этой статистике достаточно большую роль как считаете вы напишите в комментариях так вот друзья мои и сейчас также как зимой этого года феврале точнее в январе мы конечно будем очень благодарны если вы нас также активно поддержите но хочу подчеркнуть дабы избежать комментарии какие-то людей про которых я говорил самом начале это дело добровольное и исключительно на своем внутреннем каком-то там сознании никого не заставляем а к тому же у нас ребятки на стримах мы будем про это постоянно разговаривать где мы подготовили для вас интереснейшие подарки как и всегда и хочу сразу пользуясь случаем пригласить вас уже завтра на наш стрим который в записи не будет а что не опаздывать и начнем в 7 часов вечера по москве ссылочку я закину также в телеграм-канал ну а коль вы уже смотрите то блин просто не забудьте нажмите там на колокольчик чтобы не пропустить трансляцию еще друзья мои у нас есть вот такие вот наши футболки это наш авторский мерч есть еще белый цвет у нас есть еще маркеры плюс белая футболка плюс наша с бусом короче я думаю что вы уже понимаете что будет завтра на стриме то что друзья мы были не пропустите это будет очень круто подробнее будет на стриме а для тех кто не может посещать наши стримы по каким-то различным причинам но очень хочет нас поддержать ребятки я прямо сейчас оставлю вот здесь реквизитики qr-код также ссылку в описании по ссылке в описании можно прям увидеть шкалу как это все у нас продвигается в плане поддержки ну поддерживайте если захотите спасибо огромное каждому я точно знаю что такие зрители у нас есть такие вот у нас планы очень хотел записать такой выпуск и хотел его записать не в помещении не дома а где-нибудь гуляя но здесь так стало холодно что гулять с камерой нет никакого желания мы планируем в ближайшую неделю может быть две уже улететь еще раз хочу поблагодарить всех тех кто нас всегда поддерживает хотя бы элементарным лайкосиком это секундная поддержка друзья мы там есть кнопочка пиво запендюрить лайкос это конечно всегда приветствуется все друзья мы такой информационный ролик у нас сегодня с вами вышел не забывайте подписаться по всем нашим социальным сетям там вот к ссылке 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 все есть в описании открывать описание и просто там гуляйте по этим ссылкам обязательно посмотрите плейлист путешествие вала по кавказу гляньте кто не смотрел вы реально теряете очень много ведь мы там даже раздавали крутые локации координаты ну естественно увидимся с вами уже завтра в 7 часов вечера по москве пока